Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На тех письменностях, которых пишут, передают какую-то информацию, их осталось всего 140. То есть представьте себе, какая разница большая между тем, сколько языков и сколько письменностей. То есть письменность в любой культуре – это явление уникальное. И письменность для любой культуры, прежде всего, я так считаю, нужно заслужить. Что такое письменность вообще? Письменность существует двух видов. Это безалфавитная письменность, самым ярким примером которой можно назвать китайский язык. Почему он безалфавитный? Потому что там нет алфавита, там есть иероглифические ключи, и из этих иероглифических ключей слова каким-то образом прочитываются. Алфавита в китайской письменности нет. И алфавитные письменности – это все остальные письменности. Это и латынь, и арабская письменность, имея в виду национальные письменности какие-то, это и армянские, и грузинские, и в том числе наша письменность – это не иероглифы. Это письменность, обладающая собственным алфавитом. Говоря о нашей письменности, нужно, наверное, сказать прежде всего о том, что это явление национальной культуры. Она возникла не так давно, но то, что на ней зафиксировано, то, что на ней есть, это уникальные сведения, которые разбросаны по огромному количеству архивов множества стран, начиная от России. В России это крупнейшее собрание – это Санкт-Петербургский институт восточных языков, это крупнейшее собрание Института восточных рукописей, который находится в Санкт-Петербурге, это собрание Казанского университета, архивов московских разных различных библиотек, которые у нас есть в стране. За пределами страны наиболее крупное собрание наших рукописей, я имею в виду айратские рукописи, это прежде всего Институт языка и литературы Монголии. Огромное количество наших айратских рукописей находится там, я был, работал, видел, сколько там находится всего и сколько всего неизученного. И может быть даже в последний раз открытого лет 100, 150, 80 лет назад, просто для того, чтобы идентифицировать и внести в каталог какие-то рукописи. Их открыли, записали, зафиксировали и сложили. И они до сегодняшнего дня практически не исследованы. Огромный пласт нашей литературы. Говоря о письменности, нужно сказать, что она была неразрывным таким сегментом нашей национальной культуры. Если владеющие калмыцким языком могут вспомнить, что о глупых людях калмыки в старину говорили «юзык маани уга». Кто-нибудь услышал это выражение? «Юзык маани уга» значит «не имеющий или не знающий букв язык». И маани – это даже мантры о маани под меху. Маани в данном контексте, я считаю, и я думаю, что есть аргументы для того, чтобы это подтвердить и обосновать полностью, маани в старину назывались не все абсолютно молитвы, какие мы знаем, видели или слышали, а именно мантра о маани под меху. Так вот, человека глупого, человека, не знающего письменности и не знающего ни литературы, ни культуры, ни ничего другого, называли «юзык маани уга». То есть человек, который не знает ни элементарной письменности, ни элементарного какого-то своего такого вот сегмента религиозного. К сожалению, сегодня, наверное, есть такие люди, которые действительно до сегодняшнего дня полные атеисты, абсолютно не знающие, не ведающие о том, что у нас была такая богатая национальная культура, связанная именно с буддизмом. Но об этом чуть позже. Итак, о нашей письменности. Письменность наша была создана во время Цагансара 1648 года. Заяпандита, создатель этой письменности, в то время Кочевал находился на зимовке, в зимовье хана Аблая, который являлся ему побратимом или сводным братом. Дело в том, что отец хана Аблая, Байбагас Батур, имея всего двух сыновей, Аблая и Ачерту, встретился с Цаганномин ханом. Цаганномин хан – это был известный религиозный деятель того времени, которого сегодняшний ученый идентифицирует с джунгора Хутухтой, джунгор-инпоче, который приезжал из Тибета в Джунгарию. Цаганномин хана впервые пригласил Саинтенес Мергентемене, тургутский князь, который находился не так далеко от Тибета, но прослышав о том, что этот выдающийся буддийский учитель, лекарь находится у Саинтенес Мергентемене, его пригласил к себе Байбагас Батур, который являлся главой Айратского сейма. И послушав его учения, а я предполагаю, и скорее всего это так и было, Цаганномин хан превосходно владел Айратским языком. Он пригласил его к себе, и когда прослушал курс тех учений буддийских наставлений, в рукописях джунгаров, Айратов, которые на сегодня сохранились, а это более пяти или шести рукописей, очень четко говорится о том, что Байбагас Батур решил принять буддизм и уйти в монахи. Не просто принять буддизм, но уйти в монахи. Ибо он услышал учение о непостоянстве мира. Мюнкбус называется это на айратском языке, то есть не вечное, не постоянное. И понял, что власть, могущество, возможности, управление огромными территориями и массой племен, все это приходящее и уходящее, Байбагас Батур решил уйти в монахи. Конечно, в то время это решение было сопряжено с рядом сложностей. Байбагаса Батура знали все соседние народы. И они прекрасно знали, что если он сейчас уйдет, то нового, столь авторитетного человека у айратов, чтобы вырастить его, пройдет достаточно много времени. И в страхе перед этим все джунгарские наионы, зайсанги, тайши, все, кто были в то время, все айратские представители правящей элиты собрались и попросили Байбагас Батура никуда не уходить в монахи. И тогда он обратился к Цагану Минхану с вопросом, «Что будет лучше?» Они предложили взамен этого Байбагаса каждый отдать по сыну в монахи. В то время детей было много, и позволить себе отдать одного сына даже, наверное, было чем-то, само собой, может быть, даже и разумеющимся. И это было выполнено. Когда Байбагас обратился к Цагану Минхану, Цагану Минхан сказал, «Конечно, добродетель Буин, от того, что множество молодых ребят уйдут в монахи, будет значительно больше, чем ты один уйдешь в монахи и начнешь изучать дхарму Будды». Я тебе и так, в общем-то, все могу рассказать. И вот у Байбагаса самого, он вроде бы был инициатором этого всего, но у него не было детей. Так много, чтобы их можно было отдать. У него известно в истории, я не знаю, сколько было их на самом деле, но известно в истории всего два сына. Это Аблай, который построил Аблай-Инкид, ныне находящийся на территории Казахстана. И о черту, к сожалению, биография, подробная биография которого на сегодняшний день пока еще не установлена. Очень подробно и полностью. И тогда он обратился к своим родственникам, к мальчику, который подавал большие надежды. Его звали, по одним данным, Шархавык, по другим данным Хархавык. Хавык в сегодняшнем калмыцком языке называют тыкву. Но тогда слово это тюркское, хабак, на тюркских языках оно звучит. В то время, когда айраты кочевали на территории вот этого джунгарского плато, тыкву они, вполне возможно, знали не очень хорошо, настолько, чтобы давать имя там желтая или черная тыква. Как пишет один из исследователей биографии Зайпаниты, Шеренгин Нарбо, хавык называли какую-то траву в то время. И я предполагаю, что Зайпандита родился как раз таки осенью, когда эта трава хавык была желтой. Или, может быть, уже высохшей и черной. Вот одно из этих двух имен, это имя нашего Зайпандита до монашества. Зайпандита ушел в монашество, он более 20 лет учился в Тибете. По просьбе Далай-ламы и Панчен-ламы, двух учителей, которые обучали его лично, вернулся в монгольские народы с целью распространения буддизма. Вернувшись к монгольским народам, он понял, что самая большая проблема это отсутствие классических текстов. Тех текстов, которые являются базовой основой для постижения учения Будды. Конечно, какие-то тексты в то время уже были, потому что ни одно поколение переводчиков и до Зайпандиты, и после Зайпандиты работали, в общем-то, над переводами, но не было установлено единой терминологии, не было установлено единого принципа перевода, не было установлено огромной массы тех вот явлений, даже элементарно отношения к монахам не было должного. И для этого нужно было поднять и воссоздать вот эту вот элитарную тибетно-индийскую, наверное, культуру среди монгольских народов, которые в то время каким-то образом, конечно, с ней были уже знакомы и сопричастны, может быть, но не полностью, не все и далеко не так хорошо ее знали и владели. В этой связи было сущностно необходимо создание письменности. Вот здесь мы отойдем немножко в сторону и вернемся к истории, к истории письменности. На всем протяжении монгольской истории, а это более восьми веков исторически зафиксированного существования монголов, ну и в том числе айратов, как какой-то части монгольских народов, монголы пользовались практически десятком письменностей разных. Это были древние письменности, которые до сегодняшнего дня не расшифрованы, это были заимствованные письменности, среди которых наиболее известна письменность, которую сами монголы называют уйгуро-монгольской письменностью, или по-монгольски уйгурджи-монгл-бичик. Уйгурджи-монгл-бичик сразу видно, что уйгурджин – это значит уйгурская, монгл, то есть она уже и монгольская, ну и бичик, соответственно, это письменность. Нужно отметить, что в тюркских языках письменность называется битик. И вполне возможно, в старых древнетюркских языках, в древнеуйгурском и в других некоторых древних языках она называется битик. Вполне возможно, что это слово относится либо к общей тюрко-монгольской лексике, либо тоже было заимствовано. Об этом, ну, по крайней мере, мне сейчас сказать сложно. И после этого, значит, была создана в 1269 году во времена Хубилай-хана, по просьбе Хубилай-хана, письменность, которая называлась Дерюльджин-юзик, по форме букв, она называлась Дерюльджин-юзик, то есть квадратная письменность. По-другому ее называют государственная письменность, то есть письменность, которую использовались в государстве Юань, это китайская, монгольская династия Китая, которая занимала огромную территорию в то время, и поэтому письменность была названа государством. В 1269 году, я повторюсь, по просьбе или даже приказу монгольского хана Хубилая, Пагбо-ламой Ладой-гялценом была создана письменность, которую назвали и наиболее распространенной, либо письменность Пагпы, Пагбо-лама Ладой-гялцен ее создал, либо письменность Дерюльджин-юзик. После этого монголы во время правления Юань пользовались этой письменностью, практически все государственные акты были записаны на этом квадратном письме, некоторые буддийские сочинения были записаны на этой письменности, и на сегодня изучение ее представляет собой очень большой интерес, так как древний тот язык, о котором говорили в XIII-XIV веке, какую-то часть, он зафиксирован именно на этой письменности. Позже, когда ее они изгнали из Китая, письменность монголы снова вернулись к Уйгурджин-монгол-бичик. На самом деле, говоря об Уйгурджин-монгол-бичик, а это тоже займет определенное время, я постараюсь более кратко как-то сказать об этом, история о том, как же она проникла к монголам от уйгуров, причем уйгуров не следует считать тех уйгуров нынешними уйгурами, живущими на территории Сен-Зен-Уйгурского автономного района. Это были те уйгуры, которых сегодня называют древними уйгурами. Ныне их потомки называют себя сары-югуры или желтые уйгуры. Они живут на территории Китая на сегодня. И говорят на языке, весьма смешанном, тюрко-монгольской такой вот смеси языков. Именно они пользовались этой письменностью уйгурджин-монгол-бичик. И ее взяли, это официальная версия, ее приняли монголы. О том даже сохранилась история. После разгрома найманского государства, хан Бату, монгольский хан Батый, которого по-русски называют Батыем, поймал в плен какого-то большого чиновника. И когда они, естественно, поймав его, начали его проверять, они увидели за пазухой в него государственную печать найманского хана. Это была большая яшмовая печать, на которой были буквы. Что это такое, спросил Бату хан и его помощники. И этот хранитель государственной печати, естественно, писец, по-тюркски он назывался Битыкчи, по-калмыцки это будет называться Бичикчи, или Бичачи на современном калмыцком. Он сказал, что это государственная печать, я писарь, который находится при хане, и являюсь хранителем государственной печати, и поэтому я такой высокий сановник. После этого Чингисхан, конечно, наверное, не без помощи тех советников, которые у него были, и Бату хан решили, что огромным государством, которое они уже создали, необходимо, естественно, управлять, а для этого нужна письменность. И так Тататунга стал обучать сыновей монгольских правителей письменности, и так возникла эта письменность. Монгольский академик Шагдар Сурен говорит о том, что уйгурские каганаты и вообще те государства и письменность под натиском ислама, а древние уйгуры были буддистами, и вообще многие представители древних тюркских племен были буддистами. Я, как специалист по буддистской терминологии монгольских народов, могу сказать, что довольно значительный процент буддистской терминологии монгольских народов и айрата в том числе является словами, заимствованными именно из тюркских языков. Поэтому говорить о том, что это было во времена Тататунги, тоже сложно. Поэтому академик Шагдар Сурен выдвинул другую теорию о том, что и уйгуры, и монголы одновременно заимствовали эту письменность, но откуда же они ее заимствовали? Если говорить о происхождении уйгуро-монгольской письменности, то она, мы будем ее разматывать сейчас, этот клубок, в обратную сторону, то она, естественно, бытовала у древних уйгуров. Это однозначно доказано. Сохранилось огромное количество камней с надписями, сохранилось огромное количество других документов и буддийских текстов, написанных на древне уйгурской письменности. Она была уже вертикальной, как мы привыкли ее видеть сейчас. И эта письменность восходит и была заимствована у древних сагдийцев. Согд – это было большое государство, располагалось оно на территории современного Таджикистана. Ну и с захватом других территорий. Ныне в Таджикистане до сегодняшнего дня сохранилась сагдийская область, где находят огромное количество буддийских памятников, буддийских сочинений и различных разных артефактов, говорящих о том, что там был буддизм. И как раз таки с буддизмом эта письменность пришла к древнему игурам. Откуда же взяли ее сагдийцы? Сагдийцы тоже не придумали ее сами. Они ее заимствовали у арамейцев. Арамейцы в свое время приняли ее от финикийцев. И как раз вот на этом этапе между сагдийским письмом и арамейским письмом эту письменность заимствовали и арабы. И арабская письменность, в общем-то, находится в отдаленном родстве и с Тодубичик, и с уйгуро-монгольским письмом. А финикийцы заимствовали ее в свое время от древних египтян. То есть происхождение нашей письменности, оно уходит своими корнями в самую глубь из-за рождения вообще мировой цивилизации в целом. Поэтому говорить о том, что у нас никогда не было письменности, это смешно. До создания письменности Тодубичик, до 1648 года, Айраты, как и все монголы, писали письменностью уйгуро-монгольской, о чем сохранились реальные сведения. Есть перевод за япандиты, датирующийся более ранним сроком, чем 1648 год. Перевод сочинения Мани Гамбум, 100 тысяч комментариев на Омани Подмехум, который записан уйгуро-монгольской письменностью, но можно с уверенностью сказать, что этот перевод делал за япандиты. Если мы обратимся уже к нашей истории, к калмыцкой истории, то хан Шукурдайчин, придя сюда, вот между речью Урала и Волги, писал Алексею Михайловичу письмо. Писал его он на как раз-таки письменности уйгуро-монгольской. И это письмо до сегодняшнего дня сохранено, оно сохранится сегодня в Москве. Когда айратские и монгольские представители, правящие элиты, ханы, наёны, собирались в местечке... собирались в местечке... Ой, прошу прощения, сейчас... Фуф, вылетело из головы. Собирались в местечке... Как называется... Тарбагатай! Тарбагатай! Тарбагатай, забыл слово. Собирались в местечке... Когда представители монгольской и айратской правящей элиты собирались в 1640 году в местечке Тарбагатай, они создали законы, они создали законы, которые назывались икцазы, или великое уложение. Вот это великое уложение впервые было зафиксировано на уйгуро-монгольской письменности. Однако прямых источников того, что оно было зафиксировано, разумеется, не осталось, точнее, вообще не осталось. Но несколько списков на сегодняшний день хранятся в Москве, и эти списки записаны на письменности, которая была создана через 8 лет после создания этих законов на письменности Тудубичик. Итак, мы кратко отсмотрели вот эту часть. Теперь вернемся к монгольским письменностям в целом. В 1269 году было создано квадратное письмо. Квадратное письмо использовалось практически до конца XX века. в Тибете орнаментальная письменность, которую тибетцы называли хорик, то есть монгольское письмо. И на печатях, которыми печатали документы и представители тибетского духовенства, и многие представители айратской правящей, монгольской правящей элиты, на письмах и на печатях, на легендах печати эта письменность сохранялась. После этого в 1686 году монгольский богдогигян, первый монгольский богдогигян, дзанабадзар, которого называют монголы, и если восстанавливать имя на санскрите его, то оно звучит как джняна ваджра, то есть ваджра выше или изначальной мудрости. Вот этот монгольский богдогигян придумал другую письменность, которую называл Сайомба. Сайомба – это монгольское сильно искаженное слово от санскритского «сваямбу». «Сваямбу» значит «саморожденная письменность». Есть легенда о том, что богдогигян, поставив задачу создать письменность для государства, смотрел на небо однажды утром и узрел буквы новой письменности. И поэтому он сказал, что не придумал ее я и не придумал ее кто-то другой, а эта письменность была создана, точнее, саморожденной была. После этого горизонтальное квадратное письмо появилось. Буряты – это тоже один из монгольских народов, монголоязычных народов в 1905 году, это уже практически наши дни, даже конкретно, можно сказать, и создатели этой письменности. Это был Агван Доржиев. Он создал в Петербурге письменность, которую назвал Вагиндра. Вагиндра – это перевод первой части имени Агван, или по-тибетски Наванг, который переводится на русский язык как «повелитель речи». Вагиндра – значит «повелитель речи». Итак, вот краткий обзор письменностей монгольских. Нужно сказать, что монголы во время манджурского владычества над Монголией практически 200 лет пользовались манджурской письменностью, также пользовались тибетскими буквами. Есть недавно обнаруженный, буквально в 2018 году, обществом Тоддно Мингирилы издан словарь Алашанского Дандрл-Харамбы, в котором записаны, что самое интересное, это тибетско-айратский или тибето-монгольский словарь, в котором слова записаны на тибетском языке сверху и внизу продублированы на айратском языке, но тибетскими буквами снизу. Там можно спокойно читать, я поражался, когда читал. «ЙОВХ» написано, там, к примеру, «ШИКР» написано, и самое главное, там сверху тибетские слова, а внизу тибетскими буквами, но записаны, зафиксированы именно айратские слова. Еще один интересный факт, который можно, наверное, отметить здесь, это то, что когда калмыцкие ханы между собой переписывались и не хотели, чтобы кто-то другой узнал о том, что они пишут, они писали точно так же. Они писали калмыцкие слова тибетскими буквами. Естественно, если этих гонцов перехватывали, то никто не мог расшифровать, что там написано. И эти письма на сегодняшний день сохранились, они есть. Я их видел своими глазами. То есть, более 10 письменностей, ну, практически 10 письменностей монголы использовали за все время своего 800-летнего существования, зафиксированного, по крайней мере, письменно существования. Вернемся к Тудубичек и к его созданию. Изначально Зайпандита создал эту письменность по просьбе своих как раз-таки родственников хана Аблая и хана Черту и других ханов, которые просили создать для айратов особую письменность. В общем-то говоря, о создании письменности нужно отметить, что письменность 13 века, которую заимствовали монголы, она, конечно, тоже претерпевала изменения. Академик Владимирцев отмечает где-то 3 этапа изменения этой письменности и ее адаптации под монгольский язык. Но, что важно отметить, эта письменность к 1640-48 году уже сильно устарела. Почему она устарела? Потому что язык 13 века и язык 17 века – это практически сильно изменившиеся языки, которые разделяют уже 4 столетия. Так, например, у игора-монгольской письменности слово «эдр» пишется «эдр». Слово «ух» будет писаться как «агуху». Слово «тула» как «тагула». Может быть, в то время они так говорили, может быть, они уже фиксировали некоторые исчезающие диалекты и что-то другое. Но, так или иначе, в общем-то, эта письменность уже была сложной в то время. И нужно было сделать письменность более понятную, более доступную, которая бы отражала фонетику, то есть звуки того языка, на котором уже говорили монгольские племена. И это было сделано Зайпандитой. Здесь нужно заметить, что был создан еще один алфавит, чуть раньше, чем это сделал Зайпандита, алфавит, который назывался Али-Кали. Об этом алфавите, ну, у нас, например, в Калмыкии очень мало каких-то сведений есть, и их можно, в общем-то, увидеть только в той литературе, которая либо сугубо научная, и второе, она еще и мало, то есть она уже давно является библиографической редкостью во множестве своих... Вот, и сложно найти ее, в общем. Алфавит Али-Кали – это тоже один из алфавитов, которыми пользовались монгольские племена. О чем же был этот алфавит, что же это было такое? А все дело в том, что в 1587 году, после встречи, состоялась встреча монгольского Алтанхана с третьим Далай-ламой, местечке, которое называется на Кукуноре, Кыкнур по-калмыцки, вот в том местечке, где Алтанхан специально для того, чтобы встретить Далай-ламу, построил целый монастырь, который называли Чаучал. И там они показывали все свои тексты, то, что они знают о буддизме, естественно, перед таким иерархом они обязаны были это сделать. И вот в то время как раз-таки Далай-лама получил титул Далай-лама, а монгольский хан тоже получил титул Чакравартин, то есть владыка Дхармы во время отсутствия Будды и Баджарадхара. И была очень большая проблема, проблема фиксации мантр. Уйгура монгольская письменность, конечно, она фиксировала их, но фиксировала так, что их можно было прочесть двояко. Либо Ом, либо Аум, либо Эм можно было, то есть это было очень сложно. И поэтому Далай-лама попросил Аюш Гуши, это очень известный деятель, буддист того времени, который получил образование в Тибете, он попросил его создать алфавит для переноса, графического переноса мантр. И этот алфавит был создан. Разумеется, в 1648 году, кочуя во время Цагансара в кочевьях, стоя в зимовье Аблая, Зая Пандита знала о том, что эта письменность была, и что этой письменностью записывают мантры, но она тоже была несколько сложна. И поэтому, когда Зая Пандита создал Тодубичик, а правильнее было бы ее называть не Тодубичик, а Тодрха-юзык, именно так она фиксируется в некоторых письменных источниках. И монгольские ученые практически в один голос говорят о том, что не Тодубичик, а Тодрха-юзык, то есть ясные буквы называлась она. Почему же ясные буквы? У Игурджи Монгол-бичик некоторые звуки отмечаются одинаково. А и Э одинаково. Например, Д и Т одинаково. Э и Ю одинаково. И она является наддиалектной. То есть, к примеру, возьмем представитель, например, каких-то восточных, ну вот на примере калмыка возьмем, восточных районов, которые говорят Гурвун, да, три. Он ее прочитает как Гурвун. А западных районов, в которых говорят Горвун, может ее прочесть как и Горвун. Она была наддиалектной. Зая Пандита сделал так, чтобы она была унифицирована, это письмо. То есть, она отражала именно классическое произношение того времени. Это была письменность Тодубичи. Кроме того, Зая Пандита сделал еще один очень важный, мало изученный, к сожалению, в Калмыкии, такой вот, я бы это назвал, наверное, героический подвиг. Он изменил написание мантр. И таким образом, то, что мы сегодня называем Тодубичик, на самом деле имеет целых три алфавита. Первый алфавит называется... И вот этот вот общий алфавит, состоящий из трех отдельных алфавитов, монгольские ученые называют ИКДЕЛЬГРТОДРХА-ЮЗЫК. ИКДЕЛЬГР – это значит большой и объемный. ИКДЕЛЬГРТОДРХА-ЮЗЫК включает в себя ЦАГАНТОЛГА, или письменность, которая фиксируется, записывается только и исключительно наши айратские или монгольские слова. Вторая письменность – это было ИНИТКЕГИН-ЮЗЫК. ИНИТКЕГИН-ЮЗЫК – это санскритские буквы. Как раз-таки то, что в 1587 году создал АЮЖГУШИ. Это был модернизированный алфавит ГАЛИКа. АЛИ-ГАЛИ. И третий – это был ТЁФДИН-ЮЗЫК. То есть тибетские буквы. Разумеется, с приходом буддизма огромное количество слов зашло и санскритских, и тибетских в наш язык. Многие эти слова мы сегодня произнося, может, даже и не предполагаем, что они имеют тибетское или санскритское какое-то происхождение. Есть такие слова, мы, может быть, на какой-то из следующих встреч об этом непременно поговорим. Вот такой вот произошел, значит, что Зайопандита создал письменность. Теперь немножко о Зайопандите. Собственно, Зайопандита, как мы поняли, это его не имя. Настоящим его именем было либо Хархавук, либо Шархавук. Когда он принял монашество, его назвали Намка Гяцо. Намка – это пространство, Гяцо – это океан. Океан – пространство, такое красивое, тибетское имя, восходящее своими корнями вообще к санскриту. Акаша Сагара на санскрите, оно будет звучать. Когда Зайопандита приехал к Кайратам, естественно, что Намка Гяцо – это было имя, которым он иногда подписывался, но необходимо было перевести его на свой язык, чтобы оно было понятно. Так часто делали монгольские переводчики, предшественники самого Зайопандиты. И он его перевел как Охтургун Дала. Поэтому Охтургун Дала и Намка Гяцо – это одно и то же имя. Что такое Зайопандита? Однажды я ходил в школу, встречался с детьми и спросил у них, а что же вы, как вы думаете, что такое Зайопандита? И одна девочка сказала, я думаю, что это Зая – это, наверное, зайчик, а Пандита, наверное, бандит. То есть вот этот момент тоже очень мало как-то освещался. Зайя – это монгольское произношение санскритского эпитета Джайя. Джайя значит на санскрите победоносный. Это эпитет Будды. Джайя или Джина. Это значит «Дина» звучит он или Джайя. А Пандита – это выдающийся ученый. Пандитов на самом деле в монгольской истории не так много. И один из первых как раз-таки наш Джайя или Зая – Пандита. Вот, собственно, о его имени. И вот, создав эту письменность, он понял, что в тех условиях, в которых они сейчас находятся, это война, то есть постоянные столкновения с Китаем, это постоянные небольшие стычки с соседними народами. И он понял, что эта письменность должна стать хотя бы общемонгольской. В то время часть Монголии уже была в подчинении циньского манчжурского Китая. И поэтому Джайя – это тоже не так широко известный момент, не столь широко известный момент. Он пишет письмо китайскому императору, манчжурскому императору. И пишет его в стихах. Он был удивительным поэтом, об этом можно судить по тем калафонам, которые вот заключители калафона, он переводил большие буддийские сочинения. И сзади он писал, по чьей просьбе это сочинение, значит, было переведено, о чем кратко это сочинение повествует, кто его переводил, кто помогал, кто записывал и все остальное. И это все тоже делалось в стихах, это удивительно. Так делали многие монгольские переводчики, ну и в том числе наш айратский просветитель Заяпандитов Тургуиндалай. И он написал это письмо в стихах. Это удивительно красивые стихи. И он обращался, как утверждает профессор Базар Александрович Бичеев, к манчжурскому императору с просьбой о том, чтобы не просто эту письменность распространить среди монгольских народов, но и также с просьбой о том, чтобы манчжурский император разрешил и даже, может быть, проспонсировал такую большую работу, как перевод «Кангюра и Тингюра» или «Ганджура и Данджура» в более известной монгольской форме это звучит. А это довольно большое собрание сочинений. 108 томов из речений Будды и 200 с лишним томов комментариев на него. Это была очень большая, тяжелая работа, которую бы, наверное, к тому времени айраты вряд ли бы осилили. Хотя нужно считать, что за 12 лет «Барс Джеля Саун, Барс Джель Кюртль» Зайпандита перевел более 200 в официальной биографии 177 и ныне найденных еще, ну, можно сказать, что около 200 сочинений с тибетского на айратский язык разного объема. И больших сочинений среди них достаточно много. Нужно сказать, что за эти 12 лет Зайпандита создал практически буддийскую терминологию калмыцкого языка. Ту терминологию, которая спокойно описывает все сложности. А их настолько много, что на современный русский язык до сегодняшнего дня переводчики спорят и не могут прийти к единому мнению, как же переводить тот или иной буддийский термин с тибетского или с санскрита или с других языков. Он установил всю эту терминологию. Вот возьмем такой пример. Монголы устанавливали эту терминологию где-то с 13 века по 17. Сколько это лет? Практически 400 лет. Тибетцы устанавливали эту буддийскую терминологию, приводили к единому какому-то общему знаменателю ее. Тоже довольно длительный срок. Примерно с 8 по 14-15 век. Айраты это сделали за 12 лет. И это то, о чем мы сегодня говорим. Это можно было достичь только при наличии первое, понимания народа, что это необходимо, и его правящей элиты. Просто если бы они этого не понимали, Зайпандиты мог бы и не вернуться, собственно, в айратские кочевья. Второе, и это тоже немаловажно, высоко образованная элита, которая первое, выполняла нужды народа, а второе, могла это сделать. И третье, и это нужно, наверное, отметить отдельно, айратский просветитель Зайпандита является одним из самых плодотворных переводчиков за всю историю буддизма в Монголии. Такое количество сочинений не переводил практически никто. В этой связи нужно сказать, что, конечно, Маньчжорский император отказал в просьбе Зайпандиты. И тогда Зайпандита приехал на Волгу. Прежде он приезжал сюда в 1645 году по приглашению наших ханов, ну, нужно, наверное, сказать, между речью Урала и Волги. И через 10 лет, уже создав письменность, он приехал сюда снова. И когда он приехал сюда через 10 лет, в 1655 году, вот как раз-таки я предполагаю, у нас нет прямых доказательств, что он и привез свою письменность к нам. Потому что прежде мы пришли сюда, и я уже говорил о том, что Шакурдайчин писал письмо Алексею Михайловичу на старомонгольской письменности у Урджи Могулбичек. В 1655 году Зайпандита приезжает, и примерно 1660-80 годом датируются первые из обнаруженных историком Владимиром Тепкеевым письма, написанные на Тодобичик, на Шенехану. То есть примерно в это время. Еще один очень немаловажный момент, который очень важно сегодня отметить здесь, это то, что Зайпандита перевел по просьбе нашей правящей элиты два известных мне и зафиксированных еще 3-4 сочинения по просьбе наших ханов и наенов. И самое большое из них это произведение, переведенное по просьбе дербецкого Далай-Батыра. Его сын, значит, Гомбо умер. И по просьбе в память об этом сыне Гомбо, он дал ему большие подношения, Зайпандите, и попросил перевести какое-то буддийское сочинение. Этим сочинением оказалось «Сутра о мудрости и глупости». Медэта, Медэугагы, или как Часудыр называется это произведение. Оно довольно объемное. Недавно Далеш Николаевна Музраева, сотрудник, ведущий научный сотрудник, манголист, перевела это сочинение еще одного нашего переводчика, который это сделал в 70-е годы 20 века. Тюгмют Гауджи заново перевел это произведение. Наверное, в то время уже перевода Зайпандиты, может быть, не было, а может быть, они были все уничтожены. Но вот в 70-е годы Тюгмют Гауджи снова перевел его на калмыцкий язык, на Тудубичик. И вот таким образом на Волге здесь дважды переводилась одно из выдающихся произведений буддизма «Дама Муканама Сутра» на санскрите, «Занглунду» на тибетском, или «Медэта, Медэугагы, или Часудыр». «Медэта, Медэугагы, или Часудыр» на калмыцком языке. «Дамин», «Дамин». «Дамин», «Дамин». 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 Вот такая интересная... Кроме того, он перевел еще одно уникальное... «Дамин». Ага, ага, дамин. Еще одно уникальное произведение называется «Он Номин Юндисун Юзгин Йильгл Оршива». Такое сложное название, которое вот я перевел так. С учетом тех, наверное, разработок, которые я ввел по исследованию айратской буддийской терминологии, я его перевел как «Олнумин Унсумузгин Ильглоршева» — это «разница между буквами множества тантрических текстов». То есть это была как раз-таки работа по пояснению алфавита, передающего буддийские мантры. Он ее перевел по просьбе принца Аюши. Это был не Аюкахан, но вот этот принц Аюши, он был здесь в Калмыкии. Сейчас не смогу сказать, чьим потомком он был, но этот человек, в общем-то, и обратился к Зайопандите по просьбе, скорее всего, он не знал, как правильно читать буддийские мантры, но очень хотел это сделать, и он обратился, и Зайопандита создал, частично переведя, частично дополняя от себя вот этот вот текст уникальный. И еще несколько текстов он перевел, но я их не видел, поэтому судить о том, что же в них есть, сейчас я, по крайней мере, в настоящее время не могу. Письменность Тудубичик просуществовала у нас до 1924 года официально. Однако в 1926 и 1928 году, 20-го столетия, наши представители в Москве, на своих бланках, было представительство Калмыкии в Москве, и вот они писали, то есть на этих бланках еще стояли надписи на Тудубичик. Эти надписи можно увидеть у Ирины Мукаевой Дангруппы в фейсбуке, если кому-то это будет интересно, то они есть. После 1924 года письменность интенсивно у нас здесь и последовательно, ну не сказать уничтожали, но препятствовали, наверное, ее распространению, обучению. Многие боялись даже сказать о том, что эта письменность у нас есть. То есть многие знатоки, которые были, а их было по тем временам немало, были уничтожены, это духовенство и элита, которая владела. Многие те знатоки нашей письменности, которые ее знали, просто боялись сказать, что они ее знают, и спрятали огромное количество тех сочинений, которые у них были, куда-то туда, где потом после возвращения ссылки не смогли найти. Многие хранили тайно, спрятали и хранили эти тексты, и они сохранились до наших дней. В Санцзяне эта письменность была, ну не сказать, что упразднена, но по крайней мере вышла из широкого оборота, 60-70-е годы. В Монголии тоже после того, как народно-революционная партия победила в Монголии, и письменность поменяли на кириллицу, то до язык практически тоже исчезла. Сегодня она интенсивно возрождается и в Западной Монголии, и предпринимаются попытки возродить ее в Санцзяне, и также предпринимаются попытки возродить ее здесь, в Калмыкии. Буквально в понедельник будет Олимпиада, уже на протяжении множества лет проводящаяся в Калмыкии по Тодубичик. И я скажу, что дети, так как я несколько лет являюсь членом жюри, дети довольно неплохо уже владеют этой письменностью. Но хочется, чтобы мы, Калмыкии, сегодня как можно больше знали о своей письменности, о своей письменной культуре. Между прочим, нужно еще отметить такой факт, что во многих калмыцких сказках, и даже очень-очень часто, упоминаются такие случаи, вот тот же взять Цицин Квюкен, когда ее тестья берут в плен, тесть же эти называются, да? Хадмецкинь. Тесть, да? Или свекор. Свекор, наверное. Тесть это, наверное, Гервинг Квюкен, да? Тесть это кто? Тесть это отец жены. Отец жены, нет, свекор. Да. Когда свекра в сказке Цицин Квюкен берет в плен заседний хан, и он оттуда пишет, вы помните, если я эту сказку читал, то наверняка помню, что бичик бичджи. И вот тер бичикты, в том письме, которое он написал, он пишет, что моим покрывалом является, значит, у меня зеленое покрывало и синее одеяло. Помните это? Я ем самую лучшую пищу. Дея джиньиднеу. И когда она прочла, Цицин Квюкен читает. Исходя из того, что она была просто людинкой, которую взяли в жены просто потому, что она была цицин мудрой, она знала эту письменность, выходит. Если она знала письменность, то она была в цикле, например, сказок Санжи Ивановича Манджикова или Мутла Буринова. Очень часто говорится о том, что вот шар бичик всякая халява. Очень часто там встречается эта фраза. Калмыки, множество калмыков знали эту письменность до революции. Нужно также сказать, что один из первых законов о всеобщем образовании был принят ханом Дандукдаши здесь, на Волге, у нас, который обязывал 100% на все мужское население пройти обучение у монахов именно на письменности Туду-Бичик. Был принят здесь, на Волге, у нас. Поэтому говорить о том, что у нас не было письменности, мы там бегали, я не знаю, в 19 веке с копьем и в шкурах, это глупо. Я считаю, что прежде всего не те люди, которые говорят об этом с федеральных каналов, а мы сами должны знать эту письменность, мы должны овладеть ею, как и тем языком, который она фиксирует. А язык этот сильно отличается от современного калмыцкого, потому что это высокий стиль, это литературный калмыцкий язык, прекраснейшие произведения. На удивительном языке, может быть, даже и не совсем понятным современному носителю калмыцкого языка, написаны просто прекрасные вещи. И сегодня, зная уже сейчас о том, чем же мы владели, мы обязаны ее знать и на всех буквально, мне кажется, в перекрестках говорить и пропагандировать ее сейчас. Потому что кто, если не мы, это сделаем? И кто, если не мы, сегодня пойдем и скажем на тот федеральный канал или тому человеку, кто это заявил, то, что письменность у нас была. И была задолго до того, как, в общем-то, она появилась у многих других народов. И еще один момент, касающийся пунктуации этой письменности. Официально европейская пунктуация за точки, запятые, двоеточие и все остальное появилась, примерно оформилась где-то, наверное, в 15 веке. Она появилась, конечно, в Древней Греции очень давно, но, как в виде современной, она оформилась где-то в 15 веке, европейская. Мы должны говорить о том, что в 14 веке у нас пунктуация уже была. И была она разработана довольно неплохо. Когда я сегодня смотрю на тексты Тудобичик и пытаюсь их переложить на современную нашу графику, то получается, что там, где стоят наши пунктуационные знаки, совершенно спокойно можно поставить запятые, двоеточие, точки и так далее. Исходя из этого, можно говорить о том, что в некотором смысле даже пунктуация у нас появилась чуть более ранний период, чем она появилась у тех же самых европейцев в том оформленном виде, в котором она есть сегодня. Если есть вопросы, я готов ответить. По утверждению американского исследователя Центральной Азии Бенджамина Леви, это уже наше время, вот практически несколько лет назад он сделал это заключение, наш язык и наша письменность были лингва франка, то есть языком международного общения в центральной азиатской политике. Есть письма, которые манчжурские императоры Китая писали на Туду-Бичик и на калмитском языке казахским ханам, а казахские ханы на нашей письменности и на нашем языке им отвечали. Это говорит о том, что наш язык и наша письменность были языком международного дипломатического общения центральной азиатской политики в конце 17-го, начале 18-го века. Нужно сказать еще также то, что енисейские кыргызы входили в состав России и писали письмо с просьбой принять их. Князь Курбан-Кашка в частности это письмо до сегодняшнего дня хранится в архиве и его можно увидеть даже. Оно тоже написано на Туду-Бичик с просьбой принять их. Алтайские зайсанги, 12 алтайских зайсангов, которые после крушения гибели последней кочевой империи Джунгарского ханства входили в состав России, также писали письмо и обращались к русским царям на наши письменности. И это не мое желание или какое-то я не знаю желание там показать свою доминанту или что-то еще, но вот то, что это письменностью переписывались и что эта письменность ну и соответственно если письменность была доминирующей то и наверное народ был доминирующим если сегодня мы языком международного общения считаем английский язык то соответственно англоязычный мир доминирует над всеми остальными раз на нем мы говорим и передаем свои мысли в современной международной политике как правило то и соответственно и джунгарское ханство в то время имело очень большую силу и мощь чтобы быть посредником между разными народами и его язык и его письменность я имею ввиду джунгарское ханство как раз таки была той самой основой на которой взаимодействовали эти народы как раз но меня в последнее время 2 ханылтан орк еврей нюнган нюкче намагы сон шуче енді су джи цаған нюрян жинарын ерсинді 2 гиды ханылтан орк жан аутатын джин еврей нюзык бичкан еврей нюхучан еврей нючан еврей нюкан сойлан бичам арт мана халимгудын туджи түйкі сойл келін түгінан еміл болқыла гансқын мана емінбеші түйкен 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 емінді ағызеді оржақ емінбөл енді гансқарын бәйнәудің бича керсістын бича түйкен емін негода түйкен 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 құлипт Baba бауазады түйкен 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 түйін емін емін ауызды түйкен кемеді түйкен Знады вену.